НИКОЛЬСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ Никольская подстанция и Звенигородский пост ближе других расположены к древнему городу, поэтому именно их бригады чаще всего едут сюда на вызовы. Впрочем, все зависит от ситуации. Поступает экстренный вызов в Звенигород, но в Звенигороде заняты все бригады, едет любая бригада близлежащая. Это может и с Одинцова поехать. В общей сложности Никольская подстанция и Звенигородский пост – это 8 бригад, но фактически работают 7. Сейчас одна из главных проблем в работе скорой помощи – нехватка кадров. По штату в Звенигороде врачей 9,5 единиц, работают 4. Примерно та же ситуация и со средним медперсоналом. С января по октябрь прибыло 6 человек, убыло 2 человека. Кто ушел? Ну это в основном люди, которые уже по много лет, по 40, по 45 лет отработали на скорой, и они ушли на заслуженный отдых на пенсию. Еще 2 человека должны выйти на работу на Звенигородский пост в ближайшее время. Сейчас они проходят комиссию. К слову, для привлечения кадров в Одинцовском округе создаются все условия. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении служебного жилья медикам, приехавшим из регионов. Мы даем соцпакет врачам, фельдшерам, вообще любому медицинскому персоналу. Размещаем для начала в гостиницах, в пансионатах. Сейчас рассматриваем вопрос о какой-то денежной компенсации. В ноябре по распоряжению правительства региона автопарк скорой помощи в Одинцовском округе должен пополниться 15-ю новыми автомобилями, которые будут оснащены самым современным оборудованием. Это должно повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям муниципалитета.